Пиратский захват самолета авиакомпании Ryanair резко повысил градус противостояния в российско-европейской холодной войне за будущее Беларуси. Однако, несмотря на непримиримость позиций противников, у них есть один общий пункт. Ни россияне, ни европейцы не желают видеть Лукашенко руководителем союзной им Беларуси. Впрочем, у него собственные планы на будущее, как для себя, так и для своей страны. Коллективный Запад после августовской революции 2020 года ввел против режима Лукашенко косметические санкции, после чего старательно делал вид, что ничего ужасного в Беларуси не происходит. Причин такой близорукости несколько. Занятость, ковид, связанный с ним кризис, а также нежелание окончательно толкать Лукашенко в объятия Кремля. Но пиратское нападение на самолет, совершавший рейс внутри ЕС, стало отличной встряской для заскучавшей Европы. И местные чиновники, и простые обыватели не без шока узнали, что у них под боком живет и здравствует свежая инкарнация Муаммара Каддафи, деятеля, готового захватывать и даже сбивать европейские самолеты, в которых летают люди, пишущие о нем неприятную правду. Все последние годы Европа действительно изо всех сил старалась не смотреть в сторону Беларуси. Теперь же Лукашенко принудил ее убедиться в своем полном безумии и недоговороспособности. В этот раз у трусоватой евробюрократии не осталось выбора. Она включила свою медленную и очень тяжелую санкционную машину. В случае с Лукашенко нельзя было этого не сделать, сославшись на вопросы ядерной и энергетической безопасности, как, скажем, в случае с Путиным. Первый же удар европейцев пришелся в уязвимое место. Белавия – любимое детище Лукашенко. Его межигорье, его шоколадная фабрика и юмористическая студия. На смертный приговор этой авиакомпании он ответил к дневной речью, которую финализировал призывом «Остановитесь». Но едва ли Европа прислушается. Следующим номером программы санкций в Брюсселе значится закрытие белорусской сухопутной границы ЕС для грузового сообщения. Эта мера способна прикончить экономику Беларуси, живущую за счет транзитных потоков из ЕС в РФ и обратно. Напугать Брюссель падением в российские объятия у Лукашенко уже не получится. Во-первых, это сразу вдвое сократит число неадекватных правителей в Восточной Европе, что неплохо. Во-вторых, все понимают, что Путин с Лукашенко еще ой как намучается, а против этого никто в ЕС не возражает. Раньше Евросоюз пытался перековать Лукашенко, сделать его чуть более адекватным. Затем на него махнули рукой и просто не замечали. Но после эпизода с самолетом европейцы захотели превратить его в огромную плутониевую гирю, приковать ее к путинской щиколотке и посмотреть, как российский президент будет выгребать из этой ситуации. В России на всю эту историю смотрят под несколько иным углом. Путинские пропагандисты не скрывали ликования, когда Лукашенко захватил самолет, окончательно испортив отношения с Западом. Общий посыл Останкинской телебашни был такой. Молодец, Лука, показал себя во всей красе и славе. Теперь ты никуда от нас не денешься. Придется сливать белорусскую независимость. И прокремлевские, и даже либеральные комментаторы в РФ сейчас пишут, что уже и простые белорусы хотят объединиться с РФ, так как Лукашенко стал для них совсем невыносим. Это, конечно, не так. В Минске никто не хочет менять безумного диктатора-садиста на путинское воровское кровавое болото. Но тем самым Москва невольно выдает свои мечты. Россияне помогли захватить европейский самолет не из любви к искусству. Путин очень надеется, что после этой дикой истории Лукашенко уж точно не выкрутится из его объятий. Это, конечно, очень самонадеянная позиция. Бывший президент Беларуси уже много раз на деле доказывал, что скорее построит в своей стране аналог КНДР с голодом, чистками и концлагерями, чем добровольно отдаст власть. Из-за особенностей строения мозга Лукашенко сейчас дело идет к тому, что будут реализованы все три сценария для Беларуси. И российский, и европейский, и его собственный. Первый. После окончательного разрыва с Западом Лукашенко и правда полностью прильнет к Путину, так как ему некуда будет деваться. Второй. Прильнув к Кремлю, Лукашенко не растворится в нем, отдав власть. Скорее, он станет довольно упитанной усатой пиявкой, абсолютно зависимым, но отдельным от хозяина организмом. Третий. Из Брюсселя лысая жиреющая пиявка действительно будет похожа на прикованную к путинской ноге гирю. Финансовые, политические и дипломатические издержки поддержки Лукашенко уже сейчас становятся для Кремля все тяжелее. После усиления западных санкций груз может стать и вовсе неподъемным. Поэтому сейчас есть ненулевой шанс, что европейская стратегия все-таки сработает и в какой-то момент впившийся в Путина Лукашенко потащит на дно своего ненавистного хозяина. Вот смотрите, приехал Мишустин до этого, да? То есть вчера уже прилетел. Мишустин в Минск. И я сейчас подумал, вот Мишустин прилетал за последнее время три раза. Первый раз, когда он прилетал, Лукашенко ему рассказал про Ника и Майка и как Меркель отравила Навального. Да, помню. Второй раз Лукашенко рассказал Мишустину про заговор двух таких неуклюжих, я имею в виду неуклюжих, а в хорошем смысле таких абсолютно непригодных для заговорщиков фигур, как Федут и Зинкович. И я обратил внимание, когда показывали белорусское телевидение, я не смотрю, но на это решил посмотреть задним числом. Лукашенко оживленно жестикулировал, с какой-то неестественной мимика, а Мишустин сидел с каменным лицом. Сейчас Мишустин прилетел, чтобы выслушать историю о посадке Районера по требованию Хамаса. У меня вот такое ощущение сложилось, что Мишустин сказал Путину, слушай, на это представление надо самому посмотреть. Потому что такого церкви вы еще не видели. Вот выслушай из первых уст. И поэтому Лукашенко прилетел с чемоданчиком, где были собраны какие-то доказательства. Нет, то, что он идиот в этом смысле, это даже вообще сомнение вызывает. Может быть, даже Путин говорит, ну пусть он публично перед тобой что-то рассказывает, что я буду позориться. Что типа я слушаю дебилов. Наверное, интересно. Но я говорю, что вот это вот, это уже, я давно говорил, это никак не межгосударственное отношение. Потому что я уверен, что даже сторонники Путина вот эту клоунаду Лукашенко не воспринимают. И не думаю, что даже сторонники Путина, не говоря уже о наших друзьях и тех, которые нам симпатизируют, смогут хоть каким-то образом всерьез говорить, что вот с этим клоуном надо сейчас что-то объединить. В одном случае Москва участвовала и использовала, в другом она не участвовала, но в общем-то оказалась перед фактом. Первый случай это задержание заговорщиков в Москве. Да, да, да. Почему вдруг подхватила российская сторона там и прежде всего там представитель МИДа и где-то и представитель администрации Путина высказали в том, что это так и было, да? Потому что громко вспыхнул скандал о взрывах в Чехии. Нужно было его перебивать, нужно было вот этот вот спиндокторин устраивать, да, отвлекать внимание и переводить стрелки на какую-то другую громкую тему. Попытались перевести вот таким образом с помощью Лукашенко на заговор Байдена с помощью вот таких вот не очень здоровых, не очень молодых заговорщиков с целью убийства Лукашенко и его семьи. Не сработало, значит, потому что скандал разгорался и даже Зямон, который попытался там заступиться как-то за Путина, прогорел. Ну, а это была вот та попытка перевести... Ну, информ поездку, да. Да. И то же самое здесь. Что произошло за три дня до посадки насильственного самолета? Убийство активиста оппозиции в колонии. Страшное убийство. Все помнят убийство Романа Бондаренко, которое совершили ближайшие друзья Лукашенко, председатель, так называемый председатель хоккейной федерации, которого потом не пускали, приняли решение не пускать никуда. Пресс-секретарь, друзья по хоккею, по бане. И это всколыхнуло Беларусь, потому что протесты, вот 12 ноября это произошло, протесты, которые Лукашенко давил и давил силой, они вспыхнули опять 12 ноября. Ему понадобились сверхусилия, кровавые причем, для того, чтобы снова приглушить протесты. И сейчас была дикая боязнь того, что вот эта смерть Витольда Ашуркова, который был настолько чистый такой образ, вы знаете, он не так давно пришел к сопротивлению, к движению сопротивления. Он абсолютно искренне поднимал национальные силы и очень много делал для национальной памяти. И это убийство, оно просто шокировало всех. И вот для того, чтобы прикрыть, решили вот такую, разработать операцию. А здесь еще дополнительный фактор в том, что Лукашенко все-таки живет в страхе, в диком страхе. Ну, в этом нет сомнений. И сегодня, а что такое страх диктатора, страх правителя? Это значит, он легко управляем, то есть через этот страх он легко управляем любыми спецслужбами. И вот какая-то спецслужба, какая-то спецслужба сказала, давай вот, ты прав, давай прикроем эту информацию, небольшой скандальчик устроим. Они же не знают, они же вообще не думают ни о последствиях, ни о том, что это значит для страны, для авиакомпании, для всего остального. Ну, давай, вот мы сейчас сделаем громкий скандальчик, арестуем этого Протасевича, которого ты объявил террористом. И это прикроет Ашуркова. И надо признать, в этом случае это сработало. Чтобы протесты не возобновились с той же силой, какой были. Да, потому что смерть Ашуркова, ну, это дико, она, конечно, у нас это рана такая серьезная, что, тем более, что эти идиоты еще и видео распространили, где он умирает. Смотреть это невозможно. Я даже взрослым не советую смотреть это. Вот. И, но, тем не менее, информация об убийстве Витольда, они сумели перебить вот эту информацию. Но они не просчитали ничего, потому что это, в общем-то, это, тут десяток преступлений за раз. За один раз посадки самолета здесь десяток преступлений, которые последствия будут очень долго ощущаться. Вот поэтому я считаю, что вот такая была логика всех этих действий. И Москва здесь вряд ли могла принимать участие, потому что Лукашенко решал чисто внутренние проблемы дальнейшего подавления протестов. А Кремлю на это наплевать как-то. Ну, уберут тебя во время протестов твои же, ну, будем с другими, с твоими силовиками разговаривать и так далее. Или с протестующими, потому что там, в общем-то, нету такого серьезного желания помогать правителю, который стоит казне миллиарды долларов, да, каждый год. Десятки, а то и сотни миллиардов. Субтитры создавал DimaTorzok